Продолжение следует... Преподавал на историческом факультете Ленинградского Петербургского университета. Его отец офицер, участник Первой мировой войны. И у нас сохранились письма. Письма его отца Николая Александровича Немилова, его матери Александре Васильевне Немиловой. И мы положили сюда два письма. Оба письма написаны в один день, 1 сентября 1914 года. Одно из писем это письмо матери отцу. Второе это письмо отца матери. Здесь же представлен автограф писателя Леонида Андреева. Это его письмо редактору газеты «Биржевые ведомости» Михаилу Михайловичу Гокебушу. С просьбой переслать письма с фронта его брата Андрея. Нам показалось интересно положить этот документ именно сюда. Витрину, посвященную фронтовым письмам. Поскольку этот документ непосредственно связан с письмами с фронтов Первой мировой. У нас хранится большое количество писем личного состава 13-го гусарского нарского полка. Жене присяжного поверенного Евдокия Ивановна Карп. Евдокия Ивановна Карп в самом конце 1914 года послала в полк подарки. И в самом начале 1915 года солдаты и офицеры полка стали писать ей ответные письма с благодарностями. У нас сохранилось несколько десятков таких писем. Мы сюда положили всего шесть. Но они довольно характерны для своего времени. Здесь надо просто вчитаться в текст. Посмотреть, как писали участники, самые простые друженики этой войны. Интересно отметить, что 13-й гусарский нарский полк до войны был подшифтным полком императора Германии Вильгельма II. И есть даже фотографии Вильгельма II в мундире 13-го гусарского нарского полка российской императорской армии. Ну, разумеется, после того, как война началась, это было оставлено. И 13-й гусарский нарский полк стал называться просто 13-й гусарским нарским полком без упоминания имени противника Вильгельма II.